В нашей программе новостей мы уже рассказывали о том, как неравнодушные славянцы делают всё от них зависящее, чтобы помочь защитникам Отечества. В оказании этой благородной помощи участвуют предприниматели, организации, трудовые коллективы, предприятия и жителей. Подробнее об этом в следующем репортаже. Специальная военная операция была начата с целью защиты людей и обеспечения безопасности страны. Наши воины сражаются с неприятелем за мир и покой, за наше будущее. И армия опирается на крепкий тыл. А это не только большие предприятия, работающие на оборону. Свой посильный вклад вносят и обычные люди. Стоит ли удивляться, что жители Славянского района используют любую возможность, чтобы помочь фронту? Причём помощь эта началась, по словам председателя Славянского районного совета ветеранов войны и труда Вячеслава Салмина, ещё весной прошлого года. Работу по оказанию помощи участникам СВО мы начали ещё в марте месяце. У нас были созданы свои группы, которые по советам ветеранов, которые привозили сюда и продукты питания, и лекарства, и вещи различные, тёплое бельё привозили, носки. И практически с марта месяца мы работали как единое целое со всеми нашими организациями. По решению главы администрации Славянского района Романа Ивановича Синеговского в сентябре был создан фонд по оказанию помощи мобилизованным и семьям. Мы практически начали работать с предпринимателями, с частными лицами, с жителями города и района по оказанию помощи в обеспечении наших бойцов. Наши предприниматели оказывают финансовую помощь, оказывают материальную помощь, приобретают квадрокоптеры, приобретают дизельные агрегаты, приобретают дальномеры, приборы ночного видения, сетки. И в связи с увеличением количества этих организаций, которые действуют на нашей территории, мы это объединили всё в единый штаб, создан который, и определяем, кому что мы должны отправлять. Совет по сбору благотворительных пожертвований для оказания помощи участникам специальной операции работает постоянно и результативно. В жизни совета участвуют члены общественных организаций, представители бизнес-сообщества, неравнодушные жители и органы муниципальной власти. Здесь бережно принимается любая помощь от жителей и предпринимателей, будь то посильный денежный вклад, тёплые вещи, продукты, питания, овощи и фрукты или медикаменты. Совместными усилиями удалось собрать свыше 8 миллионов рублей. На эти средства по запросам из воинских частей было закуплено более 70 тонн продовольственных товаров, 50 тонн техники, комплектов одежды, строительных материалов и медикаментов. В период мобилизации закуплены предметы первой необходимости для мобилизованных граждан района – индивидуальные аптечки, термобельё, сухие пайки. Регулярно приобретаются оборудование, снаряжение, одежда, бытовые товары, продовольствие для нужд сводных отрядов, барс, мотострелковых полков, ремонтного батальона. Всего на это израсходовано свыше 3 миллионов рублей. Группа компаний «Садгигант» в числе первых стала участвовать в помощи нашим солдатам и офицерам. И эта поддержка не прекращается до сих пор. Многие наши земляки участвуют в специальной военной операции. Руководство и работники группы компаний «Садгигант» с уважением и благодарностью относятся к воинам, которые защищают наше Отечество. С первых дней начала спецоперации мы оказываем большую помощь бойцам. Группой компании отправлены сотни тонн гуманитарной помощи, различные виды продовольствия, в том числе отборные свежие фрукты. Оказывается финансовая помощь для приобретения всего необходимого в солдатском быту. В дальнейшем мы планируем продолжить эту важную работу вплоть до нашей победы. Благодаря содействию депутата Государственной Думы России Ивана Демченко общественники осваивают новые возможности. Славянские активистки не остаются в стороне от поддержки наших военнослужащих на передовой. Без скидок на возраст они стараются сделать все возможное, чтобы морально и материально поддержать воинов. Они шьют для них нижнее белье, делают сухие души, а также изготавливают сушеные овощи и фрукты, которые идут на супы и компоты, а также сухарики. Воспитанники детских садов отправляют поздравления и рисуют открытки для бойцов. Учащиеся делают маскировочные сети и пишут письма. Студенты участвуют в сборе благотворительной помощи. Словом, каждый по-своему работает на победу. И любая помощь цена и востребована. Славянцы каждый по-своему вносят свой вклад в общее дело. И все же мы хотели назвать имена самых активных благотворителей и названия предприятий и организаций, которые стали яркими примерами неравнодушия и бескорыстия. Сельскохозяйственные предприятия Садгигант, Петрорис, Черноярковская, Новопетровская, Мелиоратор Организации Славянская районная организация Общероссийского профсоюза работников госучреждений общественного обслуживания Некоммерческое партнерство Учебно-методический центр Славянский Ассоциация Единства Славянская ГАРПО Славянская районная общественная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Все первичные ветеранские организации поселений Комитет женщин и солдатских матерей Славянское местное отделение Краснодарского краевого отделения Российского Красного Креста Славянское местное отделение Всероссийского общества глухих Славянская районная организация Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Славянское местное отделение Краснодарского краевого отделения боевого братства, Славянское местное отделение Краснодарского краевого отделения Комитет семей защитников Отечества, Славянское районное казачье общество, волонтерские группы. Своих не бросаем, станица Анастасиевская, родина-мать Славянск, Славянск на Кубани, мы патриоты, Славянск на Кубани, женщины настоящих мужчин, Славянск на Кубани, поддержим наших, станица Петровская, зов Анастасиевская, надежный тыл, Славянск на Кубани, депутат Государственной Думы России Иван Демченко, депутаты ЗСК Виктор Чернявский, Денис Выпринцев, предприниматели Светлана Волкова, Шура Гомбарян, Александр Подрес, Тигран Багдасарян, ГНМ Мурадян, Денис Кумпан, члены боевого братства Игорь Быковский, Елена Симоненко, Василий Коваль, Александр Чернышов, Федор Мартын, Олег Замурьев, Доставка помощи Жители Поддержка участников специальной операции продолжается, и она будет идти до тех пор, пока наши воины не победят. Славянцы уверены, что победа будет за нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...